Всем привет! События последних месяцев не оставляют равнодушными никого, и звезды интернета не исключение. В проекте «Без фильтров» я, Антон Бекужев и Федеральный агентств новостей встречаемся с популярными блогерами и лидерами мнений, которые целиком и полностью поддерживают нашу страну. И сегодня я пообщаюсь с певицей и композитором Натальей Самойловой. Наташа, привет! Приветствую тебя, Антон, очень рада видеть. Взаимно, рад тебя тоже видеть. Я не мог с тобой не встретиться, потому что твои песни наделали много шума в последнее время. В интернете и не только в интернете. Особенно твой альбом «Спецназ». Спасибо, да. Расскажи мне, пожалуйста, про него и почему вообще ты выбрала для своего творчества такую тематику патриотическую? Почему ты поешь не о любви, не о цветочках, не о чувствах, как многие молодые девушки, а о спецназе, о наших защитниках? Россия – это моя муза, ее народ. И я, конечно, понимаю, что у любого сильного государства должна быть сильная армия, потому что это наша защита и наше будущее. Я прекрасно понимаю, чем продиктованы, скажем так, да, причины нашей, не побоюсь сказать, травли. И поэтому я поддерживаю наших ребят. Это наши силы, наши защитники и наше будущее. Слушай, это очень здорово, это очень классная позиция, но самое классное еще и то, что был такой выхлоп в интернете, в сети. У тебя клип набрал почти 7 миллионов просмотров, альбом тоже стал нашумеевшим, про него даже написали в американской прессе. Да. Что писали, какие были отзывы, какие были реакции? Действительно, телеканал NBC написал об этом клип и статью. Для меня это было неожиданно, потому что, да, этого я никак ожидать не могла. И сразу после этого мне пришла просто куча отзывов от американских блогеров, от американского народа, которые нас поддерживают и писали столько хорошего. Мне это было так приятно, это просто не высказать словами. То есть они поддержали твое творчество и что они тебе писали? То есть они восхищались, что музыкой, образом. Какие были именно слова? Больше всего отзывов было именно вот о том, что им приятно, что я поддерживаю свою страну. То есть они спроектировали это на Америку, да, как бы им было приятно, чтобы певцы поддерживали их. И даже в некоторых отзывах писали, вот нам не хватает таких певцов. Здорово. Скажи, а был ли кто-то, кто, может быть, наоборот, негативно отреагировал? Была ли критика? Ой, это я получаю систематически, регулярно, на постоянной основе, грозы, всё что угодно. Да, критика. Но я отношусь к этому совершенно философски, спокойно. Как говорил Соломон, всё проходит, пройдёт и это. То есть тебя это не останавливает? Нет, вообще не. Не было мысли, что, может быть, стоит остановиться или уйти в другую тематику? Нет, наоборот, я даже чувствовала, что раз враги, наши завистники, лаят, не побоюсь так сказать, значит, я на правильном пути, на пути к победе. Здорово. Но я правильно понимаю, что ты этой темой заинтересовался ещё задолго до спецоперации? То есть ты поёшь об этом в своих песнях уже не один год. Да, совершенно верно. Даже вот в рахманском зале, когда я выпускалась, причём мне было тогда лет 16, я уже выступала с произведением «Вставайте, люди русские» Прокофьева. Вот уже тогда во мне это было. Я очень с большим уважением отношусь вообще к таким профессиям, как спецназ, врачи. Это вот, наверное, самые такие главные профессии для нашего будущего, потому что это наша защита, наше здоровье, наша защита нашего народа. Слушай, здорово. И самое, мне кажется, ценное то, что сейчас, особенно вот в последнее время, в последний год, эта тематика стала ещё более актуальной. И вот, мне кажется, твое творчество сейчас какой-то новой волной, мне кажется, поднимется вверх и станет ещё более... Ой, дай бог, твои слова, да. Я уверен, что так и будет. Спасибо. Будем, да, надеяться на это. Ну, действительно, всё больше и больше концертов под Новый год. Вот у нас, кстати, снова в командировку будет на передовую. Мы едем снова, да, на передовую ночевать в полях. После Нового года? До Нового года уже вот-вот мы уезжаем. А о твоей поездке предыдущей на Донбасс мы поговорим совсем скоро. Наташ, не так давно ты была на Донбассе. Расскажи мне про эту поездку. Что ты там делала, кем-то выступала, как прошло всё? Да, это была поездка в июле. Мы ездили на семь дней. Посетили города ЛНР, ДНР. Вот. А нас встречали там, конечно, со слезами на глазах. Это так было приятно, когда люди подходили и говорили, мы вас так ждали. И когда подходят, конечно, вот эти вот слезы после выступления, слезы радости, на этот луч, как у них, мы как луч, на лучшую жизнь для них. Это так захватывает. Ты выступала и перед мирными жителями, и перед военнослужащими, правильно? Да, совершенно верно. Мы давали концерты для военнослужащих, в госпиталях и для жителей, да, мирного населения. То есть в госпиталях ты видела там раненых бойцов, да, которые в том числе проходили? Да. Вот что ты чувствовала, и что они тебе говорили? Как они тебя встречали? Сначала, когда мы приехали, вот я запомнила одну поездку в госпитале. Вот это была, наверное, самая тяжелая моральная поездка. Как раз недавно в этой части был обстрел, да, и ребята, конечно, там, эти глаза, да, надо было видеть. Они все были в бинтах, вот. И, конечно, после концерта увидеть на этих лицах улыбки, они должны, как бы, они понимают, что они нужны, что их ждут, что их любят. Вот это вот чувство, я так рада, что я к этому причастна, потому что это самое главное. Ради этого мы туда ведь и ездим. Конечно. Поддерживать. Скажи, а как ты решилась? Потому что я знаю, что многие твои коллеги, они боятся, они переживают, они все решаются на поездке в горячие точки. Я горжусь тем, что я делаю. И если меня позовут и уже позвали, я это буду делать с большой радостью, с большой гордостью. Я осуждаю псевдо-певцов, которые ставят пение, как бы, да, карьеру не как свое призвание, а как источник финансирования, источник обогащения и даже растления нашего общества по указке своих продюсеров. Вот неправильно, так не должно быть. Слушай, такая вот, кажется, хрупкая девушка, но при этом такая сильная и бесстрашная, смелая. Это удивительно, как тебе это все сочетается. Спасибо большое. Наташ, ну ты была не только на Донбассе, но и в других горячих точках. У тебя много таких поездок, гастролей. Где ты еще была, расскажи? Да, мы объездили практически все города Сирии, Северный Кавказ тоже. Вот, так что есть что вспомнить. Слушай, а вот эти гастроли, условно говоря, у тебя же бывают обычные концерты, да, и вот гастроли в горячих точках перед военнослужащими. В чем разница? И что тебе больше нравится? Что по душе? Я думаю, что горячие точки, потому что, да, я всегда говорила, что певец должен быть там, где он нужен людям. И когда я чувствую, что своим искусством, своим пением я вселяю, не побоюсь этого слова, надежду в людей, я действительно горжусь и чувствую, что я не зря это делаю. Это самое важное для меня, для любого певца. Скажи, а вот мы уже с тобой немножко затронули тему хейта, а были ли какие-то, может быть, твои коллеги, твои друзья, знакомые, которые из-за твоей позиции от тебя отвернулись, которые с тобой не согласны? Да, действительно было такое, ты очень правильно подметил. Мои коллеги отвернулись от меня, мне говорили много негативных, да, различных слов, и даже были, в общем-то, угрозы. Да, к сожалению, от реальных людей, которых я знаю годами. Но сейчас, вот, может быть, несколько месяцев назад, они извинились, да, изменили свою точку зрения и переобулись. Ничего себе! Да, бывает и такое. А вот в моменте, когда были эти угрозы, как ты реагировала? Ой, вообще спокойно. Как бы я на это, как-то, меня это не задевает. У меня уже была прививка, когда я снимала клип «Спецназ». Я столько выслушала о себе нового, что, в общем-то, меня это уже не трогает. Наташа, правильно ли я понимаю, что во время одной из своих поездок в горячую точку ты нашла свою любовь? Да. У тебя сложивный роман случился. Да, действительно, такое есть. Мы познакомились в 2018 году в одной из моих командировок в Сирию, где мы тоже давали концерт для военнослужащих и мирного населения. Вот, он был там на боевой задаче. Так. Он у меня краповый берет. Так мы и встретились. Ты выступала перед ним. Да, я выступала на сцене. Да, он был как охрана, грубо говоря, у нас. И... Засмотрелся он тебя, на твои выступления, на твои вокальные данные, на твою харизму. Да, и сказал, что он понял, что я его судьба. Так. Что хочет охранять тебя не только на сцене, но и в реальной жизни. Да, ты совершенно прав. И, кстати, это был незабываемый концерт, потому что это был концерт как раз для детей-сирот. И такие впечатления, конечно, незабываемые. Знаешь, я позвала детей на сцену к себе, и вот буквально за секунду сцена была вся заполнена ребятами. Так. И мне так было приятно, что они так радовались, им так было хорошо. Вот эта вот, знаешь, вот тоска в глазах, когда мы первый раз их увидели. По родителям, которых уже нет, к сожалению. И вот эта вот перемена, это так важно, это так приятно. Вот как раз на этом концерте он меня и увидел. Так. Ну и как продолжались ваши отношения? Ведь, смотри, ты часто выступаешь. Он человек военный, видимо, тоже в разъездах. Да. Как всё происходит? Наверняка много сложностей в связи с этим. Да, и ты снова попал в точку. Мы очень редко видимся. Вот за пять лет нашего знакомства я не поленилась посчитать. В общей сложности я его видела месяцев пять. Это скрепляет отношения? Вы друг по другу скучаете? И потом вот эти вот часы, когда вы вместе, они становятся ещё более такими душевными? Либо наоборот, это вас как-то разлучает? Это, наоборот, даже как ни странно, это ещё больше нас скрепляет, хотя всегда это действует наоборот. Но в нашем случае мы поддерживаем друг друга, и он мне пишет оттуда, когда может, и я его поддерживаю. И это, наоборот, усиливает чувство, когда он приезжает. Это вот такой праздник для меня. Слушай, люди военные, они такой определённой закалки, да, они люди с характером. Как он относится к твоей профессии? Всё-таки ты уступаешь на сцене, ты человек публичный. Что он про это думает? Он гордится, поддерживает, даже снимает мои концерты на камеру. Помогает? Да. Принимает? Да, да. Единственное, что по поводу горячих точек, он, конечно, волнуется. Ну, так, поворчит, может быть, день-два, а потом езжай. Горжусь. Слушай, ну это здорово. У тебя прям такая, мне кажется, немножко сказочная история. Наяву. Есть немного такое, да. Я тебе желаю, чтобы ваши отношения были только крепче, ну и чтобы ты обрела уже и семейное счастье со временем. Спасибо огромное. Будем ждать приглашения на твою свадьбу. С удовольствием. Спасибо тебе огромное. Наташа, ну помимо того, что ты артист, ты певица, ты еще и преподаватель? Да. Ты занимаешься преподавательской деятельностью. Расскажи подробнее, чему именно ты обучаешь? Я работаю в Академическом музыкальном училище Примосковской государственной консерватории. Так. В школе, в училище и в самой консерватории. Да. Ты педагог. Да, веду такие дисциплины, как хор, симфоническое дирижирование, хоровое дирижирование, ритмику, методику преподавания ритмикой. То есть ты обучаешь и студентов, и школьников, да, и детей получается? Да, и все возраста, и еще хор и вокал. Слушай, ты прям мастер на все руки. Плюс ты получаешь опыт общения с детьми. Может быть, как раз в будущем тебе это пригодится, когда ты уже станешь мамой. Бесценный опыт. Да, будем надеяться. Учениками, которые могут что-то не выполнять, капризничать. Я думаю, у тебя уже стальные нервы. Да. Наташа, я перед встречей с тобой решил открыть новость и почитать, что про тебя пишут в прессе. И практически первое, что я увидел, это то, что певица Наталья Самойлова стала снайпером. Научилась стрелять и просто готовиться уже, я не знаю, оборонять в том числе нашу страну. Что это за история? Да, действительно, это был один из самых интересных дней в моей жизни. Вот, московский СОБР в декабрьский мороз обучал меня стрельбе, тактике из винтовки СВ-96. То есть ты научилась стрелять? Да, и очень этим горжусь. Я попала в цель. Ты снайпер настоящий. Такая хрупкая маленькая девушка умеет стрелять. Ну, наверное, больше все-таки в сердца я стараюсь стрелять людей в хорошем плане, в плане любви. Но и это тоже. Тебе этот опыт понравился? Очень. Мне было так интересно. Это были просто незабываемые эмоции, когда ты понимаешь, что ты делаешь, как это наводишь прицел, как это все происходит. Наташа, мы с тобой не просто так приехали в библиотеку. Ты человек искусства. Я думаю, тебе близка не только музыка, но и литература. Да. Ты знаешь, сейчас вот такое в последнее время пошло веяние, да, на Западе, что российскую культуру, литературу, музыку хотят отменить. Что ты об этом думаешь вообще? Насколько это реально? Можно ли это сделать? Я думаю, что это нереально сделать. Я отношусь к этому крайне негативно и не понимаю, как это вообще возможно даже мыслить об этом. Все это, конечно, от недостатка образования, недостатка культуры. В этом наша память, память наших предков. К сожалению, не все занимают такую патриотическую позицию, как ты. Есть и те, кто уезжают из страны, кто уезжают из других стран. Что ты думаешь об этих артистах? Я осуждаю. Это люди, к сожалению, не побоюсь сказать, недалекого ума, потому что как можно отказаться от Родины, как можно отказаться от своих предков? Это все равно, что отказаться от своей семьи, от своей матери, от своих родных. Я это не приемлю, и для меня это просто невозможно. Это как птицы, которые обрубили крылья. Они считают, что их там ждут. Я думаю, что ни для кого не секрет, что молодым талантом подрезают где-то возможности выступления, где-то подрезают опять же те же самые. Ты на себе это прочувствовала? Да, есть такое дело. И человек, который обрубает такую возможность для молодых талантливых исполнителей, я даже сейчас не нахваливаю себя, я говорю из-за других у нас полно в России талантов, которые не могут просто прорваться из определенных финансовых возможностей, которые поставили кто? Именно вот эти люди. Потому что они как-то вот так вот сгруппировали весь этот мир под себя. И я очень надеюсь, что это сейчас изменится. Наташа, ну совсем скоро тебе снова предстоит поездка на Донбасс. Да. Какие у тебя ожидания от этой поездки, от предстоящих концертов там? Я очень жду этой поездки, потому что я хочу поздравить ребят с Новым годом, сказать им, как мы их всех ждем, как мы в них верим, любим. И дай Бог, чтобы они вернулись все живыми и невредимыми. Для нас это очень важно. Я даже готовлю с собой белый костюм. Он еще, да, первый раз будет. Ты как Снегурочка будешь, да? Да, я буду как Снегурочка и буду петь свою песню «Ангел», как подарок рождественский.